Девочки, ну рассудите нас. Ну, смотрите, Александр, вот что он хотел переставить. Он переставил, развернул, вернее, стол. Мне кажется, стол был до этого лучше стоял. Не знаю, может быть, я просто к нему так привыкла. Короче, вот мы заходим, да, мы зашли, и здесь вот так вот стоял вдоль стены стол. Теперь он его развернул, и он у нас вытянутой стороной к кухонной мебели, к кухонному гарнитуру, а узкой частью к стене. Не знаю, мне нравилось больше, когда вдоль стены стоял. Вчера вечером, когда я смотрела фильм, Александр тут передвинул на ночь, и всё. Я уже чайник поставила, буду чай пить. Почему буду? Потому что я одна, Александр ушёл. Ушёл от меня, Александр обиделся и ушёл. Но я ему ничего не говорила, вообще ничего не говорила. Я поставила чайник, Александр как раз собирался, я посмотрела, то, что он тут натворил, ничего ему не сказала. Ну, как вы думаете? Мне кажется, всё-таки вдоль стены было лучше. Ну, с одной стороны, пусть постоит так, если ему хочется. Может быть, он сам подумает, что это не совсем удобно. Хотя, знаете, вот такое расположение очень удобно, когда приходят к вам гости. Гости пришли, и там садятся на диванчик два человека, здесь садятся два человека, и ещё человека садится вот с торца. Хотя мы гостей на кухне не принимаем, мы сидим всегда за круглым столом в гостиной. Так удобно, места много, стол круглый, а за круглым столом всегда приятно общаться. И потом, кухня, ну, мне кажется, для того, чтобы приготовить, поставить на стол, а потом прийти отсюда, и всё, уносить. Ну, если много гостей, если пришли там два человека, хотя мы и вот с подругами сидели, ко мне две подруги приходили, мы сидели там за круглым столом, знаете, как-то, не знаю, мне больше нравится в гостиной. Так, жду от вас, что вы напишите. А я сейчас с утра поставлю на газ вариться картофель и буду запекать свеклу в духовке. В духовке для того, чтобы приготовить сельдь под шубой. Похолодала осень, и уже захотелось сельдь под шубой. Да, очень захотелось. Тем более, Александр у меня любит сельдь под шубой. Ему можно приготовить большое блюдо, и он будет с удовольствием уминать. Также любит и сын сельдь под шубой. Вообще, мне кажется, мужчины любят салаты. Но, конечно же, салат, это не отменяет мясное блюдо. Я здесь уже приготовила овощи. Хотя я думаю, что этого будет мало. Моркови нормально будет, две штучки. А вот свеклу у меня любят мужчины, чтобы свеклы было больше, чтобы она была красная. А здесь две свеколочки, это мало. Для того количества салат, которые я задумала приготовить. А задумала я в двух контейнерах, в двух салатниках, вернее, сделать. Ну, посмотрим. Здесь я уже полила цветочек. Так, сейчас мы с вами, пока не закипел чайник, возьмем корзинку. И поставим. Я в эту корзинку, как кашпо, пользуюсь. Вот так вот раз. И красота. Поставлю сейчас на подоконник. А здесь мы как раз вот это вот сюда смоем. Ну, что, я, наверное, сейчас попью чай. Почему не кофе? Потому что чай. И пойду схожу в магазин, возьму свеклы. Свеклы побольше. Выберу только, знаете, красный, чтобы свеколочка была бордовая, можно сказать. Там у нас спит Мишель на своей любимой подушке. Я даже эту подушку стираю, да. А она ее и ищет, пока она сохнет. Малышка. Мишель, доброе утро. Мишель. Мишель. Доброе утречко. Что? Мама разбудила тебя, солнышко. Когда буду разделывать селедку, аромат селедки будет по кухне, все будут носом водить. Но нельзя селедочку. Нельзя. Я жду от вас по поводу стола, что вы скажете. Как-то не очень, не знаю. Я говорю, может быть, я не привыкла. Но спорить с Александром не буду. С мужчинами спорить нельзя. Нужно делать, как вы хотите. Не понравилось? Переставили. Молча. Но я переставлять пока не буду. Сама, может быть, попривыкнула. Ну вот и по кубке Александра. Он купил себе куртку. Со мной советовался. Перемирил, наверное, 7-8 курток. Любитель шопинга, как и я. Но, знаете, вот мужчины скрывают, что они любят шопинг. Им как-то неудобно. Знаете, вот женщины любят. И вроде бы мужики не такие. Я вот когда наблюдаю за мужчинами, когда они ходят по магазинам. Мы с мужем. И они ходят. Ой, глаза горят. Шмотки меряют тоже. Поэтому Александр у меня редко, но метко. Если идёт, то редко в магазин мы идём. И покупать сразу несколько вещей, потому что ходить по магазинам некуда. Так, ну давайте посмотрим. Куртка чёрная. Классика. Выбирали классику. На замочке она идёт. И здесь у нас идёт оторочка. Как бы молния прикрывается. Вот такой вот... Я даже не знаю. Ну, можно сказать, беечка, не беечка. Имеет два кармана. Карманы закрываются на клёпках. Молния в цвет куртки. Здесь у нас идёт утеплитель. Октябрь-ноябрь носить. Прямо самое то. Вот прям замечательно. Но он так и хотел. На рукаве бренд куртки фирма. И на рукавах можно пошире сделать, можно поуже сделать. Кому как. Модель отличная. Мне понравилась. Я её посоветовала. Александр подумал и купил. Кстати, вот здесь вот на плечах, я не сразу заметила, тоже такая же идёт оторочечка, как и на... Ну, вдоль молнии. Имеет куртка капюшон, так как он любит капюшоны. Не всегда есть возможность идти с зонтом. Да и потом мужчина не всегда любит зонт. Я сама не очень люблю зонт, потому что могут быть и руки заняты, и ветер может быть. Так. Ну, в общем, всё. Здесь у нас куртка ещё имеет внутренний один карман. Здесь нет кармана. Качество материала отличное. Мне понравилось. Куртка отстёгивается. Александр... Ой, капюшон отстёгивается. Александру прям зашло, зашло ему самое то. Правда. Сегодня он пойдёт ещё одну куртку купит. У нас был там... Была такая размолвка. Он хотел эту куртку купить и плюс ещё найковскую. Мои она не понравилась. Но Александру понравилось. Поэтому вместе мы не стали брать. Я ему сказала, нравится, иди берем. И он сегодня пойдёт и купит. Ничего здесь такого страшного нет. Что мне не понравилось носить, не мне. Носить можем. И шапку. Куча шапок. Но он ещё тоже решил купить поло-шапку. Так. По обуви. Взял две пары обуви. Одна уже сейчас на нём. Он пошёл в них. Та пара весна-осень. Осень-весна. Такие лёгкие. Классные-классные. Тёмно-по-моему синие. Но не то, что прямо тёмно-тёмно-синие, как шапка. А такой цвет разбавленный. Интересный. Здесь у нас тоже цвет серый. Серый-синий, наверное. На замочке. Есть шнуровка. Шнуровку можно расшнуровывать. Можно нет. Я думаю, он не будет. У него подъём хороший. Ему не нужно будет расшнуровывать. У кого большой подъём, тот и здесь расшнуровывает. И замочком пользуется. Александр, я думаю, будет пользоваться замочком только. А подошва классная. Прям отличная. Будут, когда заморозки, допустим, не будет скользить. Где у нас пяточка. Вот это вот. Здесь у нас отделка коричневым цветом. И плавно переходит вперёд к шнуровке. Внутри такая вот, знаете, как байка, не байка. Не знаю. В клеточку. И язычок тоже вот он в клеточку. Качество классное. Ой, пацаны, я не помню. По-моему. Ну, не буду врать. Чё, врать, если я не помню. Чек в коробке. Вот такие вот. И ещё там по мелочи. Носочки, нижнее бельё. Я в этот раз в поход с Александром купила себе только носки. Сделала зачистку. Убрала те носочки, которые я с весны носила. Ну, уже не свежие. Я взяла их в утиль и купила себе новое. Ну, как же. Александр себе что-то купил, а я нет. Мне, в принципе, уже ничего не надо было. Но носки нужны были. Как же носки-то не купить? Вот такие вот покупки. Купила я яблочки. Посмотрите, какие красивые. Есть вот такие вот. Жёлто-красные. А есть прям краснёчие-краснёчие. Прям вот такие вот. Ну, прям очень классные. Мне они понравились. И взяла облепиху. И взяла клюкву. 200 грамм облепихи, 200 грамм клюквы и яблоки. Это у нас будет компот. Затем взяла я 2 сельди, буду делать сельдь под шубой. Небольшая, некрупная, но такая вкусная. Сказали, что продавец. Буду верить. Посмотрим. Также для того, чтобы зафаршировать перчик. Очень любим осенний перец. Фаршированный, конечно же, рисом, мясом, морковкой, луком. Подробно показывать не буду, но покажу в процессе приготовления. Он сейчас вот грязный. Покупала я его на рынке. Наверное, собирали во время дождей или что, не знаю. Но я вот вам показать. Потом всё в раковину, всё помою. Всё вымою, яблоки. И всегда мою и перец, и всегда мою даже клюкву. Я не знаю, её нужно мыть или нет. Но при заморозке я не знаю, как её мыли. Поэтому я дуршлаг откину, помою немножко. И у меня жидкость течёт. Ну, в принципе, на компот будет нормально. Затем купила я молочко для кофемашины. Взяла сегодня простоквашеном. Цену не помню. Взяла из продуктов батон. И это всё. И сейчас покажу, что я ещё купила не из продуктов. Мимоходом зашла и очень удачно зашла. Купила я вот такую вот красоту. Девочки, это молочник или сливочник. Мне кажется, можно сюда и сливки налить, и молоко разместить. К моей белой посуде замечательно подходят. И плюс это нужная вещь. У меня есть, но старенький молочник. И он такой, знаете, прозрачный. Из прозрачного стекла. Мне хотелось бы всё-таки вот такой. Тем более, вы знаете, он очень подходит к моим чашечкам. Сейчас покажу. К чашечкам подкрытым. Чем же он подходит. Похож рисунок. Если присмотреться, рисунок на чашечке и рисунок на молочнике. Очень похож. Плюс вот эти вот вензеля. И вот эти вензеля. Такое впечатление, как будто это из одного набора. Внутри он белый. Снаружи белый. Плюс ещё в основании идёт вот такой вот рисунок. И, кстати, у чашечек точно такой же рисунок, только поуже. Я увидела его и обрадовалась. И теперь скажу про ручку. Ручка очень удобная. Помещается вот практически все четыре пальчика. И пятый мы придерживаем. Нести будет очень удобно. Допустим, накрывая на стол. Теперь скажу цену. Цена его 199 рублей. Но не в фикс-прайсе. Я его приобрела в магазине «Фамилия». Молочник 420 миллилитров. 199 рублей. Даже не убрала я этикетку сейчас. Решила вам показать вместе с этикеткой. Там ещё один остался. В наличии было два. Я, купив один, второй поставила прямо на видное место. Так как они были на самой нижней полочке. И кто меня давно смотрит, знает, что у меня есть для подачи поднос из серии «Птички». Тоже куплен в магазине «Фамилия». Так вот, там одно блюдо есть в наличии. Так что, кто любит белую посуду, кто покупает её в фамилии или где-либо угодно и любит птичек, зайдите в фамилию. У нас в Саратове одно блюдо есть. Но очень красивое. Мне оно понравилось. Цена 600 с чем-то рублей. Почти 700. Также я зашла в магазин «Фикс Прайс». Жаловалась я вам, что у меня у кувшина крышка вышла из строя. Кувшин я переведу на полив цветов. Буду из него поливать цветы. Поставлю в спальню сына. А вот для как раз воды я приобрела кувшин в магазине «Фикс Прайс». Цена на него 299 рублей. В принципе, для кувшина это нормальная цена. Если в другом магазине вы посмотрите, по такой цене вы приобретете. Стеклянный он полностью. Ручка стеклянная, удобная. Горячая, навряд ли он держит. Это для холодных напитков. Сделан из боросиликатного стекла и полипропилен. Боросиликатное стекло это противоударное вроде как бы. Но по тому, что держит он горячий или нет, я не знаю. Я купила для холодных напитков. Сюда наливать воду, соки, компоты. В общем-то, в общей сложности для того, чтобы держать дома какие-то холодные напитки на обеденном столе. Вместимость его 1,35 литров. Поэтому, вот, кому нужен, присмотритесь. С крышкой смотрится... Так, где у нас тут? Вот так вот. Да. Крышка очень мягко входит. Классная. Ну, в общем-то, мне понравилось. Что написано, не знаю. Кто знает, переведите. В принципе, какая разница, если честно. 1,35 литров нормально для того, чтобы напитки. Потому что тот все-таки был маленький. Но если бы у меня не вышла крышка из строя, конечно бы я им воспользовалась. Кстати, нужно посмотреть, за крышкой это подойдет к тому кувшину или нет. Так, и если поместится сюда, можно менять, допустим. Хотя, что менять? Ну, закрывается, но не плотно. Просто, просто прикрыл. Видите? Здесь горлышко шире. Ладно, ничего страшного. Будет у меня теперь для полива цветов. А то я поливаю не из кувшина. Вот такая вот у меня покупочка на сегодня.